приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала многие считают что беспредел и произвол это одно и то же на самом деле беспредел это полное отсутствие порядка а произвол вполне возможны при наличии порядка как бы не был жесток порядок он делает жизнь устойчивы и определенный вы всегда знаете что и за какие поступки вам грозит кто и что может сделать с вами куда и кому обратиться если бы отношению к вам допущен произвол в лагерях одновременно существует два порядка один порядок как бы официальный он описан в кодексах законах и правилах нормативах держится он на администрации и тех зеках которые с ней напрямую сотрудничают козлах если в отношении вас или кого-то еще допущен произвол есть всякие инстанции которым вы можете обратиться для восстановления своих прав зоны где преобладает такой порядок называют красными другой порядок держится на неписанном тюремном законе который передается из поколения в поколение и осуществляется с помощью разборок сходняков и обращения к людям авторитетным авторитетами чаще всего бывают люди из касты блатных зоны с таким порядком называют черными все внутреннее самоуправление там осуществляется блатными а администрация только следит за тем чтобы все не разбежались а что творится внутри зоны администрацию не касается но в чистом виде таких черных и красных зон не бывает обычно эти порядки перемешаны сосуществуют вместе и находят между собой какой-то компромисс мало того в одной зоне могут быть и красные и черные отряды все члены самодеятельности секции профилактики правонарушения и так далее собраны обычно в одном отряде козобслуга например тоже часто бывает собрано в одном отряде можно увидеть и такие отряды которые можно назвать мужицкими там соблюдается тюремный закон но и писаны не нарушается а блатных нет да и козлы большой роли не играют обычно это случается когда подбирается начальник отряда которого называют справедливым сами зэки и мужиков у него уважаемых хватает как было упомянуто выше беспредел это отсутствие порядка собственно бывает он тоже двух видов со стороны администрации и со стороны самих заключенных административный беспредел возможен когда всеместные органы власти которые должны следить за законностью в колонии заодно с администрацией такое бывает часто точно так же как и беспредел разрешенный негласно конечно центральной властью бывают например в тюрьмах и в сизу пресс-хаты да и в колониях они встречаются эта камера в которую сажают например последственного чтобы добиться от него нужных показаний если же на зоне в пресс-хату сажают зэка то чаще всего за его поведение либо он слишком независим либо на других заключенных оказывает не такое влияние какое хотелось бы администрации там его обрабатывают шерстяные зэки приговоренные за свои дела тюремным миром этим людям терять уже нечего они выполняют любое требование администрации лишь бы их не перевели к правильным арестантом и согласны сидеть в пресс-хате до конца срока за это они выколачивают признание из последственных либо опускают тех кого к ним для этого посадят менты бывает и так на зону прибывает зэк о котором администрация знает совершенно точно что он везет воровскую маляву то есть записку письмо часто малявы возятся в заднем проходе иногда их герметично запечатывают в полиэтилен и глотают бывает даже делают на таких капсулах заусенцы чтобы во время промывания желудка они не выскочили извлекать их дело хлопотное кое-где для этого есть специальные приспособления зэку дают рвотного и слабительного и сажают на мелкую сетку то что на ней после него останется промывают но и такие промывания часто не дают результата тогда начальник тюрьмы вызывает главаря пресс-хаты сейчас к вам приведут человека который везет маляву отобрать и принести мне почтальона приводят в пресс-хату и жерстяные прыгают на нем пока малява не выйдет из него пресс-хата это самое страшное что есть на зоне или в тюрьме бывают и другие беспредельные вещи между зонами забором проложена запретка полоса вспаханной земли чтобы запретка сохраняла следы ступивших на нее эту землю надо регулярно взрыхлять и разравнивать администрация часто пытается заставить делать это зэков обычно только что прибывших с этапом она знает что согласно правильным понятиям тот кто взял грабли и вышел разравнивать запретку автоматически становится козлом то есть дорога ему открыто теперь будет только в актив в этом и смысл испытания за предкой вообще многие испытания на зоне предполагают только два выхода из положения в котором вы оказались однако всегда можно попытаться найти третий выход например некоторые зэки когда отказываются выходить на запретку от них требует писать объяснительную пиши мол почему не вышел вместо этого они пишут заявление заявление прокурору о том что их заставляют нарушать основные правила так как во всех правилах написано что заключенные ни в коем случае не имеют право приближаться к запретной полосе а уж выходить в нее тем более запретная полоса это охранное сооружение например в таком заявлении один ушлый арестант написал мне кажется что администрация провоцирует меня нарочно на убийство я войду в запретку а меня убьют и кто-то отпуск получит я сам же окажусь виноват нарушил нет я на это не пойду администрация долго смеялась читая его заявление но в шизу его не отправила потому что постановление на водворение в шизу подписывает хозяин а он как они не смеялись понял разумную мысль что он говорит об установленных правилах потом обламывание продолжается в отрядах человеку да еще и после этапа тяжело это выдержать в отрядах козлы вгоняют в секции пришел в отряд записывайся в секцию и что интересно авторитеты на это смотрят так они в этом не участвуют но они не мешают козлам это ведь еще одно сито пройдет человек или не пройдет конечно они вступятся если начнется страшный беспредел если козлы вдруг начнут бить дубасите тапника но первое слово за вас должны сказать вы сами потом вам помогут вас поддержат это был канал все тюрьме ставьте лайк подписывайтесь на канал удачи вам удачи вам